Музыка Преосвященный епископ Тарасий В светлые пасхальные дни, когда вся земля торжественно прославляет победителя смерти Христа, подающего жизнь и побеждающего смерть, всем в величественном храме через возложение на твою главу Евангелия и рук архипастерей, по их соборным молитвам, как древле на апостолах, так и на тебе ныне почил утешитель Дух Истины, и Церковь Христова ныне обрела преемника самовидцев Господних. Но прежде чем вступить тебе на сию благодатную и спасительную стезю, внемли моему отеческому напутствию. Сегодня Господь на твои плечи возложил им афор, как видимый символ заботы архипастерей, обверенных ему словесных овцах. Целью служения епископа является продолжение апостольской миссии по распространению евангельской вести о том, что приблизилось Царство Небесное. Именно поэтому именуемся мы соработниками у Бога и возделывателями Божьей Нивы. Мы призваны быть делателями неукоризненными, верно преподающими Слово Истины, чтобы свидетельствовать о свете, просвещающем всякого человека, приходящего в мир. Таково Слово Святых Апостолов. Трудясь в сане Пресвитера на Мурманской земле, ты стяжал ценный опыт пастырства и проповеди Евангелия в непростых условиях. По воле Небесного Владыки и согласно определению Священного Синода, тебе предстоит и далее подвязаться в пределах Русского Севера, нести свет евангельского учения туда, где солнечного тепла порой совсем мало. Своей пламенной верой согревать тебе надлежит сердца людей и являть делом любовь ко Господу, ибо по слову Спасителя потому узнают все, что вы мои ученики, если будем иметь любовь между собою. Как подъять на свои плечи стой тяжелый груз и исполнить порученное тебе? Сие невозможно без усердной молитвы, которой призываю тебя срастворять каждое твое действие. Поэтому как можно чаще совершай Святую Евхаристию. Причащаясь от единой чашества и паствой, ты будешь зримо являть церковное единство, составляя вместе с клиром и мирянами единое тело Христово. Как указывает святитель Николай Сербский, божественная литургия – это стержень дома строительства Сына Божия, посланного Отцом и исполненного Духом Святым. Помни, что ты инструмент, десница Спасителя. Поэтому всегда имей перед очами своего пастыря-начальника, взывай к нему Павлами устами, «Господи, что повелишь мне, то сделаю». Как домостроитель тайн Божьих развивай приходскую жизнь в епархии. Заботься о том, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужа, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, как пишет апостол Павел к посланию в Тимофеев. Для этого имей попечение о подготовке достойных помощников, пресвитеров и дьяконов, которые должны стать твоими соработниками на Ниве Христовой. Это особенно актуально, поскольку в пределах твоей епархии сохранилось много храмов, и в них надлежит возродить литургическую жизнь. Старайся вести миссионерскую, просвидительскую, катехизическую работу с теми, кто еще не обрел подлинного единства с Церковью и находится на пути ко Кресту, но особенно в мыслях своих и в сердце своем сохраняй тех, кто вообще сегодня пока еще не связывает себя с верой, со Христом, кто увлекается влияниями греховными мира сего. Не следует отдавать их на съедение дьявола. Подавай личный пример людям состраданием, призывай их к совершению дел милосердия и любви, вразумляй бесчинных, утешай малодушных, поддерживай слабых, будь долготерпелив ко всем. Стремись поддерживать добрые отношения с представителями светской власти, ибо тебе предстоит взаимодействовать по целому рядов вопросов с административными учреждениями и общественными объединениями. От успешного решения данной задачи зависит осуществление важных проектов, направленных на сохранение духовных, нравственных ценностей в жизни наших современников, на утверждение мира и гражданского согласия в обществе. Главным оружием в служении епископа является слово. Твоя проповедь должна быть яркой, убедительной, ясной, доходчивой, помогающей современному человеку, слушающему тебя, раскрыть истину святого православия и эту истину принять умом и сердцем. Это станет возможным только в том случае, если ты сам будешь постоянно работать над собой, восходя по лестнице добродетелей, заботиться о совершенствовании своего внутреннего человека, проникаться умом в Слово Божие, в святоотеческое наследие. Ты должен постоянно размышлять о том, что происходит с тобой, с окружающими тебя людьми, с паства Твоей, с народом Своим и соотносить эти свои наблюдения со Словом Божиим, чтобы находить правильные слова, обращенные к людям. Необходимо также особое внимание уделять подготовке к произвенесению проповедей. Святитель Иоанн Златоуст предупреждает о том, что кто владеет великой силой Слова, даже и тот не бывает свободен от непрестанных трудов. Так как сила Слова не дается природой, но приобретается образованием, то хотя бы кто довел ее до высшего совершенства, и тогда он может потерять ее, если постоянным усердием и упражнением не будет развивать этой силы. Таковы слова святителя Иоанна Златоуста. Сугубые труды тебе необходимо направить не только на проповедание Слова Божия из церковного амбона, но и на работу с людьми, в первую очередь с молодежью. Тем более, что ты обладаешь важным для этого инструментарием, педагогическим образованием. Век вседозволенности, гедонизма, врат крода человеческого с особым коварством уловляет юные души в своей сети. Но ты, как последователь апостолов, украшенный благодатью Святаго Духа, насыщай молодые умы и сердца вечно живыми словесами Евангелия. Пусть библейская мудрость станет для них прочным фундаментом, на котором будет созидаться здание их жизни. Храни сие наставления в своем сердце, делай все от тебя зависящее, дабы сбылись на тебе слова Спасителя, которые ты будешь слышать на каждой литургии, так, когда просветится свет твой при человеке, як, когда видят твоя добрые дела и прославят Отца нашего, и же есть на небесе. Пусть эти слова будут голосом некоего колока, звучащего в твоем разуме и в твоем сердце. Примися из жезл архипастерства, не помышляя о важности начальствующего, но памятуя, что силы наши недостаточны, и мы нуждаемся в крепкой опоре, подаваемой от Бога. И благослови народ Христов, молившийся о неспослании тебе, даров святагоутешителя Духа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok